добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о клевете второй признак того что вы имеете дело с клеветой что ваши уши ваш разум пытается ввести порочащие какие-то сведения это нежелание открытого диалога несколько раз в жизни сталкивался с этим когда кто-то пытался мне рассказать что-то не очень хорошее о том или ином человеке я предлагал давай мы позовем этого брата давай мы пригласим давай мы отложим встречу чтобы собрать людей которые были в этом и всякий раз когда речь шла о клеветниках они отказы приведу один очень личный однажды в одной церкви которая попросила нас помочь чей пастор успешно эмигрировал в америку и она начала потихонечку разваливаться мы начали там служить еженедельно приезжая проводя служение налаживая отношения делая все для того чтобы эта церковь не развалилась она не только не развалилась там работали наши миссионеры она начала расти утверждаться и когда эта церковь выросла не сильно но выросла начальники вспомнили о том что у есть такая церковь несмотря на то что до этого к ним обращались они не реагировали и они вспомнили узнали услышали что там я и тогда они приехали в эту церковь в такой день когда не было всех людей собрали всех кого смогли и стали говорить обо мне не очень лестные вещи мне позвонил один из братьев который там присутствовал и он сказал александр а тебе говорят вот это вот это вот это и вот это и сказал дай трубку этим людям они не хотят брать трубку игру хорошо задержите их пожалуйста я сейчас приеду и мы поговорим вместе чтобы у меня была возможность ну как минимум оправдаться но когда я приехал этих людей уже не было узнав о том что я еду они просто сбежали как вы думаете о каком духе идет речь я потрясен тем что люди иногда очень с большими церковными погонами на избегают вот этих прямых встреч как только вы видите людей которые не хотят напрямую поговорить вы имеете дело с клеветниками они всегда действуют из-за спины если к вам приходит человек и горит я хочу рассказать тебе о том-то и том-то человеке такие-то такие-то вещи ну лишь подожди давай мы его позовем или подожди подожди я сейчас его наберу и он поучаствует в этой беседе и посмотрите на его реакцию если она будет негативной я не советую вам прислушиваться к этим дым